Все, кто сегодня пришел к зданию Минздрава из-за коронавируса, потеряли самых близких людей. Сына, мать, отца. У Сайрагуль в самой пик эпидемии умер муж. Было тяжело найти лекарства. В больницах не было мест. Машины скорой помощи вообще не приезжали. Неужели нельзя было подготовиться и спасти страну с таким маленьким населением? Ведь 6 тысяч смертей — это так много. Каждая жизнь бесценна. Сколько людей на самом деле умерли от вируса в Кыргызстане, власти долго скрывали. Специальная комиссия, которую создали по требованию родственников погибших, на прошлой неделе озвучила итоги работы. Официальные цифры по летальности занижены как минимум в 4 раза. Проверка нашла еще много нарушений, но никого из чиновников к ответственности еще не привлекли. Пока во всех странах бушевала пандемия, а к нам приходила международная помощь, у нас было время подготовиться. Я считаю, что во всем виноват бывший президент Сорунбай Джиенбеков. В конце концов пришлось открывать дневные стационары в школах. Муж лежал в одном из таких. Ему просто делали капельницы и уколы. А помощь врачей и специалистов мы даже не получили. Родственники погибших называют имена чиновников, в частности, замминистра здравоохранения и главных врачей при Минздраве. Ни до кого невозможно было дозвониться. Врачи остались сами собой. Не было никакой помощи. Ни в лице Сорунбаева, пульмонолога, который должен был курировать все больницы, смотреть, как лечат. Главврачи, работу которых критиковала спецкомиссия, говорят, что согласны со многими пунктами отчета. Но в условиях пандемии медики, по их словам, делали все, что могли. Я согласна со всеми позициями, которые межведомственная комиссия вынесла. Знаете, в каком положении, в каких условиях мы живем, мы знаем это, потому что мы там работаем. Это не ново для меня, что там аппаратов нету, или здания старые, что рушится там подобное. Потому что мы десятилетиями там работаем и, возможно, будем работать. Медики говорят, что им пришлось организовать пресс-конференцию. В правительстве их сейчас не хотят принимать. Все они продолжают работать в ожидании каких-то официальных обвинений. Сейчас уже пускают слухи о том, что мы участвовали в приеме гуманитарной помощи, что мы скрывали, мы не участвовали. Мы не имеем, вот все сидящие здесь, мы доктора, мы не имеем отношения никакой гуманитарной помощи. Мы не имеем отношения, вот сейчас обвиняют нас в том, что мы задерживали протоколы. Мы, наоборот, были заинтересованы, и мы делали все, чтобы протоколы вовремя появлялись. Это около 30 ведущих специалистов Кыргызстана. После полного провала в подготовке к пандемии коронавируса следственные органы Кыргызстана возбудили 14 уголовных дел на чиновников. На допросы вызвали бывших министров, вице-премьеров и даже двух экс-премьеров Мухаммед Калая Булгазиева и Кубатбека Боронова. Но ни одна служба пока не отчиталась о своей работе. Юбек Бегалеева, Азат Антымаков, Настоящее время Азия, Бишкек, Кыргызстан.